Творчество художника Грожины Эймана Вичутя основано на физических свойствах материи, точнее, на высоте звуков и вызываемой им частоте колебаний. Звучит это странно, но на самом деле графическое изображение звуков известно каждому. Мы можем видеть его в работе, к примеру, эквалайзеров аудиопроигрывателей. Художница решила пойти дальше, замерить и зарисовать звуки природы. Вот так графически выглядит звук 16 секунд хождения по камням у моря, а вот так шумит треплемый ветром камыш. Получить рисунок звука художнице удается с помощью специальной компьютерной программы. Автор выставки – художник и дизайнер нового поколения. В ее работах интересно то, что она не боится использовать современные технологии. У нее получается переносить звук в двухмерную проекцию рисунка. Более того, она рисует время, и это удивительно. И действительно, многие работы художника выполнены с помощью необычного соавтора – времени. Вот, к примеру, рисунок Поланского моста. Он нарисован временем. В течение двух месяцев художник отмечала смену дня и ночи на фоне моста, а позже перенесла свои наблюдения на холст. Кроме зарисованных звуков и времени, множество представленных на выставке работ посвящены пространству, миру не только внешнему, но и внутреннему. Вот, к примеру, динамические графические картины, формы которым придает сам наблюдающий за ними человек. Михаил Андреянов, Первый Балтийский канал.